Акция «Беларусь. Земля славы ратной» в складании кветок до мемориалов и урочистый сход. Сегодня у Гомеля проходили мероприемства, промеркованные до дня баронцев Айчины и Узбройных Сил Республики Беларусь. Хронология падеи в материале наших корреспондентов. Курган славы у Гомеля был узведенный в 1968 году, с мытой ушановой памяти воинов, червоной армии и партизан. Сегодня тут собранная земля с больше, как 350 мест, где в годы Великой Айчинной войны проходили бои. Ее привозят волонтеры у рамках акции «Беларусь. Земля славы ратной». За час проведения у ее приняли удел каля 15 тысяч человек. «Назавжды у памяти народной будут жить имены героев, які загинули у боротьбе за свободу и незалежность нашей родимы». Такий надпис, зробленный на плите, что установлена на кургане славы. Светкование Дня оборонцов Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь – яше одно подтверждение. У нашей краине есть саправданные патриоты, готовые в любой момент стать на оборону своей родимы. Учаскали размовы идеи об национальной безпеце и на явности новых погроз. Это особливо важно. Кто бы мог подумать, что еще 15 лет назад вдруг появятся кибервойска. Мы знали танковые войска, мы знали военно-воздушные. Какие угодно транспортные, автомобильные, но кибервойска. И сегодня не столько и не только с оружием в руках нужно воевать, а завоевывают души, завоевывают убеждения и, главное, завоевывают веру. Поэтому верить нужно в свою страну, в свою армию и в мирное небо нашей Беларуси. Мемориал «Вечный огонь» – традиционное место проведения патриотичных мероприемств. И оно саправды святое. Тут похаванные червон армейцы, партизаны и подпольщики, які загинули у боротьбе с ворогом. Сегодня память об их подвигу гамельшане заховывают у назвах городских улиц. У их гонор открыты помники и монументы. Удельник Великой Айчыны Алексей Пиманов у червоную армию трапил, калі ему было крыху больше за 16 годов. И разом со спецотрадом Народного комиссариата внутренних справ «Славный» пройшов по тылах ворога полторы тысячи километров. Людьми хорошими были, простыми, негонористами. И были патриоты своей родины. Года идут, неумолимо, не догонишь их никак. А хочется, чтобы остановить немножко. У фойе областного акроматско-культурного центра выстава зброю беларуской армии, якая выкликает неподробный интерес у присутных, особливо молодых людей. Урешті не кожный день юсь махчымасть отчуть себе саправдным воинам. Тут же невеликий экскурс у гисторию. Нехта з присутных опранута у форму военных часов, нехта у сучасную. При этом практично усеяны военнослужащие, які добра ведують, что такое носить пагоны и быть у постоянной готовности оборонять родиму. Беларуськая армия гарант стабильности, суверенитету и территориальной целостности державы. Такую думку поделяють усе, хто пришел у громадско-культурный центр. Церемония унесения боевых стягов и урочистый сход обвешается открытым, каб я ще раз сказать дякуй тем, хто забеспечивая у Беларуси мир и спокой. Действительно рад поздравить вас с этим замечательным праздником. Действительно, для многих это праздник даже с детства, но и сегодня он актуален. Я хочу поздравить наших мужчин, конечно, в первую очередь, защитников Отечества, тех, кто в погонах служат нашей Родине, ну и не только наших мужчин, потому что это всенародный праздник, это праздник всех защитников, и защитниц тоже, кстати, нашего Отечества. Доброго вам, здоровья, и чтобы всегда над нами, над нашим любимым городом, областью, республикой было мирное небо. С праздником вас!